Отлично, когда утро начинается не с кофе и не дома, а утро начинается в пятизвёздочном ресторане на Большой Дмитриевке. Итак, из чего уже состоит базовый гардероб? Это прежде всего вещи, которые можно миксовать между собой, не переживать, что они не подойдут. Это обязательно прямые джинсы, прямые брюки, ну всё слегка зауженное немного. Это белая майка, белая рубашка, цветные рубашки с длинным рукавом. Рубашки вообще должны быть только с длинным рукавом, потому что если рубашка с коротким рукавом, она уместна только на пляже. Вообще моды и одежда – это та вещь, где невозможны компромиссы. И если какой-то вещи нет, то нельзя сказать, что это не беда, это настоящая катастрофа. Если нет какой-то вещи, это… ну, её ничем нельзя заменить. То есть нельзя сказать, что шуба – это… да. Нельзя сказать, что если у тебя нет шубы, то это не беда, это не проблема, нет. Если нужна шуба, то она должна быть. Есть классический гардероб, то есть это базовые вещи, а есть всё остальное, всё, что связано с модой непосредственно. Это уже всякие различные вариации на тему. Поэтому сегодня классический гардероб. Это рубашки, футболки, всё с минимумом отделки, с минимумом вариаций по тему. Но составы, это всё обычная нейтральная ткань, хлопок, шерсть, кожа и так далее. На улице с ума, и грязно, и холодно, и серо, но при этом это совершенно не растает. И чтобы, может быть, это прозвучит даже банально или сентиментально, но вся эта вьюга, когда ты выходишь ночью на улицу и в небе искрится снежинки, как маленькие там кристаллы, и всё это так романтично и сказочно. И это действительно банально, но это правда очень красиво. В женском гардеробе всё гораздо сложнее, чем в мужском, потому что в мужском гардеробе меньше единицы одежды. То есть это ориентарно пиджаки, футболки, рубашки, брюки, джинсы. А в женском уже слишком много на обменовании, и поэтому гораздо сложнее. Сама модель – это тоже немаловажный фактор при съёмке. Суть в том, что модель – это не просто личность, которая надувает губки, это образ жизни. То есть это человек, который готов раскрыть свои секреты, раскрыть свои тайны. При том, что необходимо раскрывать себя только с сильной стороны. Человек очень часто показывает свои слабости в Инстаграме, в жизни, где-то ещё. Любит показывать слёзы, какие-то болезни и так далее, но это не привлекает, это никто не хочет видеть. А вот именно, что модель показывает очень сильные свои стороны. Модели надо быть собой. То есть модель, она не только на съёмочной площадке модель. Она и в обычной жизни, когда она идёт к магазинам, он себя проявляет. Свою рожальность тоже определяет. Поэтому походка человека, то, как человек себя ведёт даже наедине сам с собой, это его очень интересует. И, наверное, это очень всё особенно воплощается в питании, потому что необходимо тщательно следить за тем, что ты ешь. Конечно. Не только то, что ты ешь, но и то, что ты думаешь о себе. То есть есть много моделей, которые много о себе думают, как о колесе камерах. Это гениальные модели, но если посмотреть на их фотографии, то, в принципе, одно и то же. Тогда я не понимаю, здесь какое-то противоречие. Модель должна думать о себе. Хорошо, но она должна развиваться. То есть, по моему взгляду, идеальная модель, она... Он всегда разный. Он как актёр. Разные роли играют. В зависимости от задачи. Они играют себя же, он всегда. И своим залом будущего. В каком фильме вы бы хотели сняться? Фильм про пиратов. Фильм про пиратов. А почему? Потому что перимонтичный. А кем? Джейхол и Брабилл. А кем вы себя ещё видите? Ну, Гарри Поттер, конечно же. Потому что более перимонтичнее, чем Гарри Поттер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!